Привет! 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 Как дела? Умер! Лилия Курамшинова наиспеченная многодетная мама. Три месяца назад родила третьего малыша. Теперь доступные в новом статусе льготы стали весомым подспорьем. Оплата коммунальных услуг снизилась на 50%. Компенсируется приобретение лекарств по рецепту врача для детей до 6 лет. Очередь на поступление в детский сад для младшего теперь подойдет быстрее. И это только федеральные льготы окружные оказывают дополнительную поддержку. Также югорский капитал, но им можно воспользоваться, когда младшему ребенку исполнится один год. Ну и плюс на второго ребенка получала маткапитал. Я надеюсь, когда решим расширяться, мы сможем воспользоваться. Кроме того, как сотрудникам Луково-Западной Сибири на каждого ребенка получаем от правкома 5000 рублей. Статус многодетная семья получает при условии, что в ней воспитывается трое и более несовершеннолетних детей, проживающих вместе с родителями. Для многодетных семей предусмотрена компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха, оздоровления и обратно. Если доход на одного члена семьи ниже 21 тысячи рублей в месяц, значит семья может получить статус малоимущей. Тогда при рождении третьего ребенка ежемесячно они будут получать пособие в размере 14 тысяч рублей. Со слов специалистов Центра социальных выплат, положенными мерами поддержки пользуются большинство многодетных элымчан. И в этом они видят свою заслугу. Хорошая осведомленность наших граждан о предоставляемых мерах социальной поддержки. Консультирование граждан у нас осуществляется на личном приеме по адресу Мира 22 кабинет 112. Также в органах ЗАГС выдаются памятки гражданам при получении свидетельства о рождении. И организуются встречи с будущими мамами на базе родильного отделения с информацией о предоставляемых мерах социальной поддержки. Кристина Скворцова, Николай Горкуша. Специально для новостей.